У нижегородцев появился шанс дождаться, когда все улицы областного центра будут в темное время суток освещаться. На заседании городской думы Нижнего Новгорода депутаты приняли решение перераспределить средства в бюджете. Изменения коснулись и уличного освещения. Увеличивается сигнование по следующим департаментам. Департамент жилья, инженерные инструктуры 82 миллиона рублей, в том числе уличное освещение 62 миллиона рублей. Этого решения очень ждали жители 35-го дома по улице Минеева в Автозаводском районе. Здесь фонари горят только на козырьках подъездов. А вот тротуары и дорога освещаются лишь от пар проезжающих автомобилей. Никогда. Это вот сейчас еще поставили фонари около подъезда. Но сами видите, они освещают только около подъезда. А между подъездами на таком асфальте ноги переломаешь. Ничего не видно. Вечером вот уже старшего поколения не выходят. Люди ходят только с работы, молодежь ходит. И то вот часто слышу, спотыкаются, не видно. Вопросом восстановления освещения занимается муниципальное предприятие «Инженерные сети». Как известно, процент горения уличных фонарей ослеживают ответственные комиссии, сформированные в каждом районе Нижнего Новгорода. Чиновники утверждают, что работа ведется с учетом обращений граждан. Просьбы жителей этого дома, видимо, не учитываются. Я обращалась, я звонила в аварийную службу по освещению города. Сказали, разберемся и вам перезвоним. Никто мне не перезвонил. И потом, значит, в ЖЭК еще я обращалась. И вот недавно женщина приходила к нам из ЖЭК, к соседям. Я ей сказала, я говорю, когда же вы, наконец, светом займете? Совершенно невозможно ходить. С фонариками ходим вечером. Вот она сказала, у вас некуда фонари ставить. Потом я перезванивала, и там мне сказали, у вас нет места, куда можно поставить столбы. Если даже дом на улице Минеева внесли список для проведения освещения, произойдет это не скоро. Значит, пока здесь вся надежда на карманные фонарики. Артем Катков, Сергей Пермовский, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.